И вот это нас как раз приводит к следующему моменту, к следующему разделу нравственной апологетики. Нравственный аргумент существования Бога. Опять же, формулировался этот нравственный аргумент недократно и много раз, начиная еще с античных времен греческими философами, но наиболее известная и популярная формулировка – это формулировка Эммануила Канта. Вот то самое шестое доказательство, про которое говорит Волан в первой главе Мастера и Маргариты. Канн говорит, что все мы стремимся к наивысшему благу. Вот это вот наивысшее благо заключается в единстве нравственного долга и счастья. То есть, если мы выполняем свой нравственный долг и счастливы при этом, это и есть высшее благо. Далее, достижение этого высшего блага обусловлено предположением, что каждая человеческая личность бессмертна и располагает вечности для нравственного роста. Потому что нравственный долг – это что-то, что мы можем познавать бесконечно. Тогда, как говорит, логически доказать этого невозможно. Помните, он отделял чистый разум от практического разума, а металлогически доказать этого невозможно. Но это следствие априорного, безусловного, значимого практического закона. То есть, мы не можем доказать, откуда это взялось, но взяться это могло быть только если бы существовал некий априорный, то есть независимый от нашего опыта закон, который был бы безусловным, абсолютным, был бы практическим и был бы значимым. То есть, обоснованным и правильные предпосылки имеющим. И это, говорит Кам, требует истинности следующего. Мы должны поступать, мы должны постулировать существование Бога как неотъемливого условия возможности высшего блага. То есть, как говорит, доказать, есть Бог или нет, мы не можем логично. Но если Бога нет, то тогда не может быть и высшего блага, к которому мы все стремимся. А раз мы взываем к справедливости, значит, есть Бог. Нравственный аргумент существования Бога, формулировка Хастинска рождала. Рождал, говорит, предположение, что некоторые вещи правильные, а остальные нет, это непосредственно данные, сообщаемые со знанием и совестью. И с тем, что что-то правильное, что-то неправильное, с этим соглашаются и верующие, и неверующие, и представители всех религий, и люди, которые не согласны с тем, откуда взялась вселенная, для чего она существует, и те люди, которые вообще об этом не задумываются. Все сходятся в одном, что какие-то вещи правильные, а какие-то вещи неправильные. И раздался вопрос, где же тогда существует этот нравственный закон? И этот закон не может быть в одном каком-то человеке. Ведь я-то знаю, как правильно, но мы всегда хочется поступить иначе. То есть закон этот не из меня берется. Я признаю, что есть что-то правильное и что-то неправильное, и я признаю, что то, что я хочу, это неправильно. Далее, понятие правильно и неправильно не принадлежат материальному миру. То есть из-за законов природы взяться не мог. Далее, Рождал говорит, что абсолютная мораль присуща только разуму, который является источником всего истинного в нашем расовном субте. Разуму, чьи мысли служат стандартам истины и лжи, как в отношении морали, так и в отношении всего пути нет. Таким образом, Рождал делает объективно существующая мораль, то есть объективно существующая, вне зависимости от того, признаем мы ее или нет, знаем мы ее или нет, предполагает веру в Бога. Еще одну формулировку того же самого аргумента делает Клайф Нью в своей книге «Просто христианство». Можно говорить, что «Просто христианство» – это собрание радиопередач, радиопроповедей, поэтому там он не формулирует его аргумент, но его рассуждение освоится в следующем. Должен быть некий универсальный нравственный закон. Если бы это было не так, то всякий спор или критика на почве морали оказывается бессмысленным. На протяжении жизни мы снова и снова развиваемся на эту норму нравственности. Мы говорим, что справедливо, что несправедливо. Обычно мы об этом вспоминаем, когда по отношению к нам несправедливо поступают. Когда мы по отношению к нам несправедливо поступаем, мы обычно на это чаще всего внимания не обращаем. Он говорит, что на лицо поразительное совпадение между нравственными законами разных народов и культур. Вы можете видеть, как один и тот же закон просматривается во всех них. И вот тут давайте на минутку остановимся. И, понимаете, очень часто мы взаимозаменяемо используем понятие мораль и нравственность. Но когда мы находимся на почве этики, дабы не было какого-то смущения, дабы не запутаться, нам нужно очень трудно разделять понятие мораль и понятие нравы. Потому что это разные выводы. Слово «нравы» и слово «нравится». Нам нравится то, кому нравится поп, кому попать, я кому попала дочь. И, понимаете, что делают люди, которые утверждают относительность нравственных критерий? Они указывают на то, что, смотрите, разные же обычаи в разных народах, разные нравы. А раз нравы разные, а нравы и мораль, они считают это одно и то же, то значит абсолютная морали не существует. Вот смотрите, говорит, в одном обществе положено, чтобы у одного мужчины была только одна жена. В другом обществе положено, чтобы у одного мужчины было только четыре жены. Это в исламе. В исламе есть два места, на которые ссылаются. Первое, говорится, что у мужчины должно быть столько жены, чтобы он может обнять. И поэтому долго думали, что же значит сие, значит, притча сия. Ну, посчитали реально две одной рукой, две другой рукой, всего четыре. Вот. И в другом месте в Коране говорится, что если тебе понравилась женщина, бери ее в жены и бери одну, две, три, четыре. Дальше не считается. Вот. Но, говорится, бери одну, две, три, четыре в случае, если ты сможешь быть равноблагослойным ко всем им. И на самом деле очень многие мусульманские проповедники утверждают, что поскольку человек не в состоянии быть нелицеприятным, равноблагослойным, то, значит, нормальному человеку нужно иметь все равно одну жену. То есть, если человек был совершенный и мог ко всем одинаково относиться, дабы это толковалось, что он может быть больше. Но поскольку счет останавливается на четырех, то это подтверждает предыдущее рассуждение. Вот. В иных культурах мужчина может иметь столько женщин, сколько он в состоянии прокормить, сколько он в состоянии содержать. И вот он говорит, вот видите, это все разные нравы. Разные критерии, значит, абсолютных нравственных норм не существует. Так вот это, как раз, действительно, это разные нравы. Но за всеми этими разными нравами существует одна абсолютная моральная норма. Мужчина не имеет права посягать на чужую жену. Если бы вот этой моральной нормы не было, рассуждение, сколько жен у него своих должно быть, было бы бессмысленно. То есть даже, смотрите, хотя нравы могут быть разные, мораль за ними всегда одна. Или, допустим, в одной культуре считается, людей нельзя убивать, в другой культуре можно людей убивать, приносить жертву и есть. Вот. То есть нравы разные. Мораль одинаковая или нет? Тут уже это не столь очевидно, да? Но на самом деле антропологические исследования показали, что нет ни одной культуры, где бы человеческие жертвы приносились потому, что это хорошо. То есть те культуры, в которых существуют человеческие жертвоприношения, это культуры откровенно сатанинского характера. И они знают, что это плохо и поступают плохо, дабы задобрить злых богов. То есть они, каннибалы едят людей не для того, чтобы продовольственную проблему решить, а это часть их богослужения. Они поклоняются бесам. И вот у меня один очень близкий друг, он 12 лет прожил в племенах Папу-Новой Гвинеи, он мне кучу всяких интересных историй рассказывал. И вот в частности о каннибализме, самый жуткий пример каннибализма, который я когда-либо слышал, это в одном племени существует следующая традиция. Если умирает плохой человек, то его закапывают, через неделю его откапывают, режут на кусочки и каждый в племени должен съесть кусочек. На самом деле логика за этим такова. За неделю его злой дух покидает его тело. И потом мы причащаемся его тело, то есть становимся частью его тела. И тогда его злой дух уже нам не может вредить. То есть обратите внимание, что при вот этих даже вот анимистических, языческих идеях, можете представить какую степень болезни в этих племенах, когда все, включая детей, должны причаститься вот этому уже неделю разлагавшуюся в жарком климате трупу. Вот. А кто умирает, тот умирает, тот значит не выдержал испытания злым духом. Вот. Таким образом, даже в каннибализме есть абсолютная норма, что человека убивать нельзя и есть нельзя. И это делают лишь потому, что откровенно служат злым духом. Есть очень хорошая книга, я не знаю, есть она у вас или нет в библиотеке «Вечность в их сердцах». Вот. Нету, да? Ну, в общем, в ближайшие дни мы ее намеренно вывесим у себя на сайте, потому что она издавалась давно. Вот. Книга уникальная. Она рассказывает как раз о том, как Господь готовил разные народы к принятию глобой вести. Она из двух частей. Первая часть называется критерий Авраама, вторая критерия Мехиседека. Или принцип Авраама, принцип Мехиседека. То есть сначала он рассказывает как Бог готовил весть для народов через Авраама или через Еврея. А потом как Он готовил народы для вести. И огромное количество примеров, когда приходят миссионеры, а люди уже готовы к этой вести. Они уже готовы это слышать. Как-то в одном из племен в горном Китае они начали рассказывать. Они говорят, а мы знаем о ком вы говорите? Вы говорите о Боге Небесном. А вы что, знаете о Боге Небесном? Да, мы его знаем. Более того, значит, Бог Небесный нас всех создал. И, значит, мы с Ним были в дружбе. Но наши родители испортили с Ним отношения. И теперь Он нас больше не защищает. И теперь мы поклоняемся и служим вот этим злым, чтобы они нас не трогали. Вся история Библии уже, то есть им только рассказали, что Бог Небесный. Он послал своего посредника, своего назначенного им человека, как Павел говорит в Афинах. И через него будет судить весь мир. То есть люди были предуготовлены к вести. Но я говорю, в ближайшее время, я надеюсь, мы вывесим в интернете это. То есть абсолютное нравственное понятие есть в любом народе. Даже хотя нравы с точки зрения, как нам нравится поступать, разные. Знаете, есть такая история, что в одной семье было 10 детей, 9 воспитанных, 1 невоспитанных. И наступил голод, есть было нечего. И вот было у нас, у них значит было. Осталось 11 картофелин. Сварили эти 11 картофелин. Ну быстренько, каждый картофелин по картофелям угодно. И плел. Одна осталась. И все сидят, никто и не решается. Взять. И тут гаснет свет. Раздается крик. И когда свет включается, на этой картошке одна рука, а в ней 9 вилок. Вот это разница между воспитанностью и невоспитанностью в противоречии морали. То есть они все были одинаково аморальны, каждый захотел схватить эту картошку, никто не видел. Только один это делал рукой, а остальные вилками. Вот. В этом разница между нравами и моралью. И говорит Клайф Люис, хотя нравы разные, за всеми этими разными нравами можно найти одну мораль. И даже человек может осуждать моральные устои той же культуры. Но практически весь телевизорный мир осудил нацистскую мораль Гитлера. Помните, в каком году происходят эти праздники передачи? В 2045 году. Немецкая бога падает на лондон. Поэтому за аргумент так далеко ходить не надо. Далее. Нравственные устои отличаются лишь тем, что общество считает правильным. Потому что нравственный закон не может быть стабленным инстинктом. Потому что если бы нравственный закон был стабленным инстинктом, то всегда бы выигрывало более сильное побуждение. Опасность – надо спасаться. А если раз опас, а если надо помочь другому. То есть это открытый стадный институт. Человеческие существа часто следуют более слабому импульсу, то есть вместо того, чтобы спасаться в мире, помочь более слабому. И мы знаем, что правильная возможность защитить жизнь другого в ситуации. Почему-то, если наоборот надо. Если он сам не может спастись, значит, естественный отбор его отмел. Моральнее может быть тем, чему мы учимся у нашего общества. Потому что общество не является абсолютным само по себе. Правила нравственности мы учимся как математическим таблицам, но их истинность от этого не зависит. Мы, наш учитель, нас учит таблицу умножения. Значит ли, что этот учитель придумал таблицу умножения? Или таблица умножения отражает объективное соотношение между числами? Независящее ни от меня, ни от учителя ни от кого. Так же ж? Нас, наши родители учат морали, как правильно поступать. Значит ли, что наши родители изобрели мораль? Нет, родители нас учат объективно существующим причинам. Вы знаете, у меня есть, как-то я со знакомым одним спорил, он еврей, но не практикующий, но при этом хороший, порядочный человек. И вот он начал говорить, что мораль это то, Бога нет, мораль это то, чему мы учимся от родителей. Хорошо, а они от кого на этом научились? А они этому научились у своих родителей. А те у кого научились? А те у своих родителей? А те у кого, ну и так до самого конца. Ну, конца в смысле начала. О, говорит, так вот тут мы приходим, вот тут-то мы как раз и подходим. Если этим началом является Авраам, Моисей, в конечном итоге Бог, то это одно. А если это, то, чему учат твои родители, это, значит, вначале стояли обезьяны, и эту обезьянью мудрость ты получил в результате вот этой игры в испорченный телефон на протяжении тысяч лет. То есть тысячи лет испорченного телефона, а вначале обезьяна. То лучше забудь об этом. Ничего хорошего в этом быть не может. Вот. Нравственный закон, ну, видите, именно потому что он еврей, я смог саматься на Авраама, на Моисея, хоть он и не признает их, но, значит, вот так была общая почва. Нравственный закон, далее говорит Лайф Лусь, не является одним из законов природы. Законы природы, как мы говорили, наука это индуктивное мероприятие, поэтому законы природы говорят, что наиболее вероятнее может произойти. То есть вероятнее всего, если я брошу эту указку, она упадет вниз. Нравственный закон говорит мне, должен я бросать эту указку или нет? То есть с законом природы он никакого отношения не имеет. И вывод Лайф Лусь на следующий. Нравственный закон обязательный для всех и объяснить его иначе нельзя. Для такого абсолютного кодекса необходим абсолютный законодатель, давший нам закон и ожидающий от нас его исполнения. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Итак, давайте посмотрим еще одну формулировку нравственного аргумента. Это то, как формирует нравственный документ «Энтон Трук-2». Лучшим доказательством объективности этики является факт наличия ощутимого согласия в отношении нравственных убеждений. Согласие настолько очевидного, что о совпадении не может быть и речи. То, о чем мы говорили, что в всех народах понятие, что правильно, что неправильно, совпадает. Помните, мы даже говорили, что могут быть разные понимания, допустим, собственности. Какой-то пример приводил моего друга Мессия Непстрова, среди русаловских цыганов. Что понятие собственности разные. И мы думаем, что это наше, если он это взял, то он украл. В их культуре, если никто это не использует, значит это можно брать, оно никому не нужно. То есть у нас юридическое понятие собственности, у них функциональное понятие собственности. Но и там, и там есть вот эта вот идея, что чужого брать нельзя. Далее, утверждает, без некого объективного закона нравственные чувства. В том числе, все размыло здесь, всевозможные нравственные суждения и аргументы не имеют смысла. Нельзя считать нравственные законы одним из законов природы, поскольку эти законы полностью отделены от нравственных понятий. Человек сам по себе тоже не может быть источником этого закона, так как мы обычно чувствуем, что он не соответствует требованиям этого закона. Даже все человеческое общество не может объяснить его существование. Так и группа, ее отдельные члены тоже согрешают. То есть я знаю, что правильно, и я знаю, что я поступаю неправильно. Если бы я сам был источником этого закона, то я бы всегда поступал правильно. Даже как я хочу, так значит и правильно. Равно как и группа людей не всегда поступает правильно. Группа, как ее отдельные члены, тоже согрешают. И для этого, утверждая трубла, необходимо верить в Бога. Сейчас попробуем поднастроиться чуть-чуть. О, да? Помогло. Нигде не обрезано. Да? Все. Итак. Какие же основные существуют возражения против нравственного аргумента? Возражения против нравственного аргумента существовали еще задолго до того, как его выдвинул Кант и тем более Клай Фьюис, еще в антично-греческой философии. В самом первом уже диалоге Платона, диалоге Евтефром, задается вопрос, произошел ли нравственный закон? То есть мы утверждаем существование некого объективного нравственного закона. Вот этот нравственный закон, он произошел по воле Бога или существует независимо от воли Бога? Вы как считаете? По воле Бога. По воле Бога, да? Вообще-то, других мнений нет? Значит, существует на этот вопрос два ответа. То есть если предположить, что он произошел по воле Бога, то значит, что этот закон произволен. Может быть таким, может быть иным. Захочу так, захочу иначе. Именно, кстати, так отвечает на этот вопрос Ислам. Чего Влад захотел, то игорь. То есть мы не имеем. На самом деле, вынужден к этому приходить крайний кальвинизм. Что воля Божья Бог суверенен и в итоге он становится заложником собственного суверенитета. В итоге… В итоге… В итоге… В итоге… Вот. Даже… Но если мы, предположим, второй вариант, то получается еще смешнее. То есть если нравственный закон существует вне зависимости от Бога, то Бог не является Богом. Бог сам оказывается подчинен нравственному закону, раз он по закону это делает. А раз Бог чему-то подчинен, помните, мы с вами разбирали космологический аргумент, значит, есть что-то выше, чем Бог. Платон впоследствии, это его ранний диалог, впоследствии Платон находит, собственно, в этом и находит ответ. А тем более, что Платон говорил не о Боге, а о Богах, то он находит выше свой собственный ответ и он говорит, значит, Боги богами не являются, а Богом является добро. Раз вот понятие добра выше, чем Боги, то вот это добро и есть Бог. Перейдем, раз от Платона именно из этих рассуждений, в итоге приходит к единотможию, и он говорит о добре, или о едином, как о Боге. Логос, он дает это имя, и вся философия Платона простигает из нравственных предпосылок. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...